Время новостей Татарстана на ТНВ в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте и вот о чем расскажем. Пришли с проверкой. Что обнаружили в торговом центре и все ли знают что делать. Как же быть то если загорится. Узнал Дмитрий Аринин. Живот и мир без прикрас. Труп валяется вот. Труп валяется олень там. Почему зоозащитники бьют тревогу у Альбины Миневаевой. Недоделок выше крыши. Они здесь работали, залбили. Почему у жителей Чистополь, а весенний копель прямо в квартирах Альбина Слагараева. Поддержка матерей. У нас молодая семья. Начинаем с ним все равно будет тяжело. С ребенком с первым это подгузники. О том какую поддержку в этом году будут получать, мало расскажет Алина Бережная. Огонь, вода и эвакуация. Сегодня пожарную безопасность проверили в одном из крупнейших торговых комплексов в Казани тандеме. Напомним, такие инспекции, генпрокуратура и страны после трагедии в Кемерово поручено провести во всех регионах. Как сегодня при проверке сработала автоматика и знает ли персонал и посетители, что делать во время ЧП, выяснял Дмитрий Аринин. Команду на выход сегодня дали по требованию инспекторов Госпожнадзора и прокуроров. Эвакуация призвана показать, как действует система оповещения и пути спасения посетителей. Как мы сегодня выяснили, не все сразу могут сориентироваться в экстренной ситуации. Вы знаете, что делать в этой ситуации? Знаете, что делать сегодня? Пока нет. Сначала обесточу все устройства, сообщу людям, которые не услышали о происшествии и прослежу за эвакуацией. По подсчетам, все те, кто находились в торговом центре, покинули его за 7 минут. По поводу эвакуации могу сказать, что вопросов у нас пока не возникало. То есть прошло быстро в штатном режиме. А так датчики среагировали на огонь и оповестили гидрант. Такие устройства установлены на всех трех этажах. Всего в этом комплексе более 100 арендаторов. По будням здесь бывают более 20 тысяч посетителей, а по выходным около 40 тысяч. Все абсолютно требуемые системы здесь смонтированы. Это и дымоудаление, автоматическое пожаротушение, сигнализация, оповещение о пожаре, система контроля доступа. Сегодня во время нашего визита каких-либо серьезных замечаний обнаружено не было. Как говорят посетители, хорошо, чтобы все без сбоев проходило не только во время проверок. Если это в любое время возможна такая ситуация, то это хорошо, конечно. Чтобы это не было показательно просто, что вот сегодня пришли и вот всем быстренько все открыли. Окончательные итоги этой проверки подведут позже. Всего в Татарстане для инспекции прокуратуры МЧС обозначены 260 объектов. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Укрыть органы дыхания землей, хвататься за прохожих и пройти лабиринт безопасности. Уроки ОБЖ могут спасти жизнь, если их не забыть. Салават Мухаммадуллин напомнит нам главные правила поведения в чрезвычайной ситуации. Поход в незнакомый торговый центр лучше начать с осмотра плана эвакуации. Если такая схема вам кажется просто геометрической фигурой, то лучше обратиться к сотруднику ТЦ. В форме игры обязательно объясните правила детям. Например, вы идёте по лабиринту, только по коридорам и этажам торгового центра. Услышав сирену об эвакуации, как бы это банально ни звучало, паниковать не нужно. Поверьте, этим делу не помочь. Если вы очевидец огня, то позвоните по экстренным номерам 101 или 112. При этом нужно говорить по телефону чётко и спокойно. Если вы упали, то ни в коем случае не нужно сжиматься. Стать нужно любой ценой. Можно ухватиться за проходящего мимо человека. Конечно, рад он вам не будет, но в таком случае личное пространство можно и нарушить. Можно укрыть органы дыхания влажной тканью. Если человек одет какие-то джинсовые куртки, плотные ткани, ему больше повезло. Но тогда укрыться надо уже укрыть и волосы, и кожу, и органы дыхания. Можно завернуть землю, платок, какую-то салфетку. Можно дышать через землю. Не пытайтесь спасаться на верхних этажах. Нельзя прятаться в замкнутых и удалённых помещениях. В этот момент жизнь человека разделяется на до и после. И очень важно в такой ситуации не поддаваться панике, постараться сконцентрироваться на своём дыхании. Таким образом вы сможете вернуть контроль над собственным поведением. Двигайтесь в направлении выхода, скрестив руки на груди, держась за плечи и выставив локти вперёд. Это спасёт вас при давке. Вот вы и дошли до эвакуационного выхода. Если дверь открыта, то вам повезло. Если нет, то рядом обязательно должен быть ключ или молоток для разбивания стекла. Здесь остаётся лишь спуститься по запасной лестнице. Ну а внизу обязательно окажите помощь пострадавшим. Слово Пусма Долин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Ещё одна актуальная тема этих дней. Вопрос строительства мусоросжигательного завода Васинова с жителями обсудит лично компания «Инвестор». Встреча пройдёт на следующей неделе. Перспективы плана стройки обговорят и с жителями Салават-Купере, которые обеспокоены соседством с новым заводом. Президентам республики поставлена задача широкого общественного обсуждения. В рамках этих поручений компания «Инвестор» проведёт несколько встреч с жителями. О времени и месте сообщат дополнительно. В перспективе такие встречи будут проведены и с жителями казанского микрорайона Салават-Купере, которые обеспокоены ситуацией. Напомню, введение общественного контроля в данном вопросе – это твёрдая позиция руководства республики. До момента проведения широких общественных слушаний, которые запланированы на середину июня этого года, «Инвестор» планирует провести 3-4 такие локальные встречи с жителями села Салават-Купере. Ещё об одном поручении президента госслужащие отчитаются о своих доходах и расходах. 1 апреля истекает срок подачи декларации от депутатов в госсовет. А до 30 апреля справки должны предоставить остальные госслужащие. Этот вопрос на личном контроле Рустама Мениханова. Об этом сегодня сообщили в Кремле. Возьмите, пожалуйста, мою декларацию. Декларационная кампания в самом разгаре. Резидоек Фарова подаёт отчёт по форме 3НДФЛ, чтобы получить налоговый вычет. У меня дочь учится в университете, хотела 13% вернуть обратно деньги. Продал квартиру, машину, выиграл лотерею или получил другой доход. Отчитаться налогоплательщики должны самостоятельно. На сегодняшний день поступило свыше 120 тысяч налоговых деклараций. Справки ждут и от чиновников. Сегодня в Татарстане почти 8 тысяч государственных служащих. Это главы городов, районов, сельских поселений, депутаты. Отчитаться о своих доходах и расходах им предстоит не только за себя, но и за несовершеннолетних детей. В общей сложности контролирующим органам предстоит проверить около 20 тысяч справок. В этом году декларационная кампания имеет ряд новшеств. Декларации лично изучат Рустам Миниханов. Кто сколько заработал и откуда в целом получил доход. Соответствующий указ подписан в декабре прошлого года. Проверит достоверность специальная комиссия. Президент Республики Татарстан предоставляется информация, например, правоохранительными органами, структурами, занимающимися профилактикой коррупционных правонарушений или кадровой службой, куда поступила справка. Поводом может стать и обращение публикации в средствах массовой информации. Комиссия уже проанализировала документы за 2016 год. Проверяли Казань, Набережный Челны, Чистый Политюричинский район. Сомнения вызвали документы двух депутатов из Челнов. Если факты недостоверны сведения, подтвердятся их лишь от депутатских мандатов. Поступающий от государственных служащих документы изучает специальная комиссия в рамках антикоррупционной политики, невзирая на ранги от республиканских чиновников до муниципальных служащих. Позиции президента республики в этом вопросе однозначны. Все должно быть прозрачно и по закону. Отчитаться до 1 апреля должны депутаты госсовета. Остальные госслужащие главы, депутаты на непостоянной основе, председатели контрольно-счетных палат, руководители исполкомов подают справки за себя, супругов и детей до 30 апреля. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Больная лошадь, мертвый олень, полуголодные собаки. Зоозащитники обвиняют предпринимателя в жестоком обращении с животными. В центре Казани у женщины содержатся 2 лошади, 3 пони, коза, собака, куры. Это то, что можно увидеть, не заглядывая далеко в хозяйство. Но владельца зверинца уверяет, за животными присматривают и хорошо кормят. Так насколько комфортно парнокопытным попыталась узнать Альбина Минебаева. Девушка, не надо ломиться. Откройте дверь. Не обязаны вас пускать на территорию. На каком основании-то? Этот зоопарк, похоже, не для посетителей. О нем казанцы узнали из соцсетей. Защитников животных привлекли вот эти кадры с лошадью Леней. Рана на морде, непонятная жидкость изо рта. У него по ноге стекала кровь вместе с гноем. Все это замерзло. И сверху была повязка тоже насквозь пропитанная гноем и кровью. Плюс у него еще очень сильно отвисла губа и оттуда тоже очень сильно гноит. Вот девушки кричат, орут, да, что у него гной течет. Лень. Зажившая, срубцевавшаяся все. Это просто уже кожа вот отходит потихоньку все. Эти раны появились, когда животное поразил инфаркт. Так сегодня объяснила владелица животных Лариса Гаранина. Сейчас у нее три лошади. Одна временно на передержке. Три пони, коза. И это не считая собаки и птиц. Все в стойлах. В пару метрах новомодные постройки. Но именно здесь, в заброшенном частном секторе, по словам зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях. Помимо этого на них еще и зарабатывают деньги. О том, что эти животные приносили когда-то радость, казанцам указывают вот эти вот сани. У меня ИП есть. То есть в государственной терминарной клинике я состою на учете. Расчлененный олень, который якобы пошел на корм собакам. Вот эти фотографии заставили зоозащитников вызвать полицию на улицу Кемеровскую. Она сама призналась при отделе полиции, что она ему перерезала горло. От того, что ей невыгодно было держать его. У них истерика. Что кур мы не режем, не кушаем их. Кроликов мы что не режем, не кушаем. Чем отличается? А лошадей что не кушаем? Сейчас зоозащитники планируют обратиться в главное ветеринарное управление. Зоозащитники к нам не обращались. Должны обратиться в параллельно совместный комиссионный обследование провести. У инспектора зоопарка на контроле. Животные были привиты. Для внеочередной проверки нужно заявление. Альбина Менебаева, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Встретили весну дождем в квартирах жители 15-го дома по улице Зеленой Чистополя. При этом не удивились. Для них это сезонная проблема. Квартиры верхнего этажа топят талой водой и после ливней. Как выяснилось и сама крыша в аварийном состоянии. Повсюду трещины и дыры. Так почему откладывают капремонт каждый год? Разбиралась Альбина Аслагараева. Администрации, главе администрации, нашим депутатам. А еще прокурорам всех инстанций, даже президенту страны, куда только не писала любовь Самсонова. Ее квартира на пятом этаже в дни проливных дождей. Из квартиры выходит зонтом. Дверь от сырости распухла, пришлось менять. Текущий ремонт делают. Привезут два рулоны рубероиды, делают, как я говорила, и все. А она как цикла, так и течет. Вот весной, осенью, постоянно отсюда протекает под дождем, под снегом. У Рашида Камалова те же претензии. Сырость в квартире плесень. Никакой ремонт не помогает. Мужчина часто поднимается на крышу, знает здесь каждую трещину. На этой крыше заплатка на заплатке. Текущий ремонт здесь делают ежегодно, иногда даже два раза в год. Сейчас снега на крыше нет. Буквально накануне приходили рабочие и очистили ее. Видите, она отошла уже. И снова пробили дыру, потому что топорами и ломами работают, говорят жители. Чтобы такого не было, они просят сделать им капитальный ремонт, но не только кровли. Эти работы входят в капитальный ремонт. Не только крыша отремонтирована будет во время капитального ремонта, сообщили нам в управляющей компании. Работы запланированы на 2021 год. Согласно республиканскому списку и критериям включения в программу капремонта, сейчас же заменить кровлю просто нет денег. Конфигурация строения сложная, требует больших вложений. А суммы, которые собирают жители в доме всего 20 квартир, не сопоставимы с необходимым. Ремонт внутри домовых инженеров систем теплоснабжения. Это значит батареи тепло, да, полностью замена. Ремонт внутри домовых инженеров системи ХВС, холодное водоснабжение. Ремонт внутри домовых инженеров систем электроснабжения. Это замена щитков и полностью в общественных подъездах, подводы, все остальное. Вход в дом, кроме помимо квартир, ремонт кровли. Выхода два. Либо ждать капитальный ремонт, либо повысить для жителей тариф за текущий ремонт в три раза. После чего можно отдельно отремонтировать кровлю. Но для этого нужно согласие всех жителей дома. Альбина Слагараева, Марат Светгараев, ТНВ, Чистопольский район. О своей проблеме жители проблемного дома в Чистополе сообщили нам по телефону. Если у вас есть что нам сказать, звоните по номеру 570-5017. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. Поддержка матерей. У нас молодая семья. Начинаем с мировым, все равно будет тяжело. С ребенком, с первым, это подгузники. О том, какую поддержку в этом году будут получать, мало расскажет Алина Бережная. Выбор за татарстанцами. Президентом республики Татарстан поставлены задачи широкого общественного обсуждения. Каким зеленым зонам может открыться зеленый свет благоустройства, узнал Дмитрий Иринин. В подарок за первенца денежные выплаты. С начала этого года 289 молодых мам республики с рождением первого ребенка получили материнские выплаты. Сегодня за ними пришли и некоторые мамы Зеленодольска. Социальную поддержку получают теми, чей доход не превышает прожиточного минимума. О конверте за конверт Алина Бережная. Здравствуйте. Как тебя дела сегодня? Хорошо. Алине Шакировой 24 года. В прошлом году вышла замуж. Сегодня молодая семья ждет первенца. Подгузники, пеленки, распашонки. Расходов много. Но Алине повезло. Она получит путинские выплаты. У нас молодая семья. Начинаем семью. Все равно будет тяжело. С ребенком, с первым, это подгузники покупать. С этим настроем нам было легче. То, что будет государство нам помогать. На это рассчитывает Ирина Галиева. На днях она станет мамой. В семье доход небольшой. Оттого и претендуют на выплаты. Все-таки детские деньги считаются. И памперсы, смеси, там, если вдруг пригодятся какие-то, может, лекарства, мало ли что может быть. Поддержка молодых семей и доход не превышает прожиточного минимума. Такая социальная поддержка, гарантированная женщинам с этого года. Первый момент это будет материальная помощь, материальная подпитка тем семьям, которые нуждаются в этих выплатах. Молодая семья, это же рассчитано на первые, именно роды, да? И молодая семья, естественно, всегда нуждается. Потому что это и квартирный, и жилищный вопрос, у кого-то ипотека. С 1 января выплаты получают уже 289 от арсанских семей. 75 ожидают. Выплата осуществляется на год. То есть размер выплаты, ежемесячной денежной выплаты на 2018 год составила 8490 рублей. Чтобы через год вновь продлить выплату, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. На поддержку молодых семей из федерального бюджета выделено больше 21 миллиарда рублей. Алина Бережнярина, ЦАФИН, ТНВ, Зеленодольск. Своя работа, свое жилье. Больше 700 семей работников ТАИФНК получили новые квартиры по своим программам соцподдержки сотрудников. Причем свой быт они обустраивают. О новых микрорайонах Нижнекамска. Евгений Якушов – удачный пример счастливого ипотечника. Молодой человек живет в многоэтажке в новом микрорайоне по улице Фикрята Табеева. Два года назад он въехал в свою первую собственную квартиру. Вскоре для него и семьи она стала уютным семейным гнездышком. Пожалуйста, льготные условия. Первоначальный износ сдаю 277 тысяч от ТАИФНК. Плюс еще льготная процентная ставка 4% от ТАИФНК возвращает, уплощенный муновый процент. Но мы подумали что-то с семьей. На тот момент я тогда еще с родителями жил. Не было жена. С родителями подумали, подумали. Ну, решили все-таки сдать документы. Рассчитаться полностью Якушовы планируют через 4 года. За это время жизнь в микрорайоне должна заиграть новыми красками. Первые штрихи появятся уже к новому учебному году. У нас сейчас строится школа, строится детский сад, который действительно очень нам нужен. То есть мы уже в этом плане социально обеспечены. Жилье от ТАИФНК работники получают больше 10 лет. И сегодня счастливых обладателей квартир не десятки, а многие сотни. Реализация ипотечных программ началась с 2005 года. За это время счастливчиками стали 740 семей. Программа рассчитана до 2020 года. И наши работники в количестве 140 семей могут получить жилье. Часть по социальной ипотеке, а часть по дополнительной корпоративной ипотечной программе. Когда процентная ставка та же, а шансов получить жилье намного больше. Рамиль Шайдулин, Ильша Таюбов, Альберт Шефигулин, ТНВ, Нижний Камск. Казанцы больше всего хотят обустроить парк в Салават-Купере. Подведены промежуточные итоги народного голосования татарстанцев за благоустройство территории. Опрос стартовал две недели назад на портале Госуслуг. Самые популярные места попадут в программы ближайших лет. Что сейчас в лидерах, мы расскажем в новостях в 21.30. За них уже проголосовали сегодня, подвели итоги фотомарафона Айда на выборы. Напомним, конкурс стартовал в день выборов. Народное голосование за лучшие фото проходило в 16 номинациях. Всего в фотомарафоне приняло участие свыше 60 тысяч фотографий. Церемония награждения 40 победителей пройдет 31 марта. Им вручат телефоны, телевизор, часы, гироскутеры и другие ценные призы. Виртуально, а значит проще. Сегодня все больше клиентов банков переходит на дистанционное банковское обслуживание через мобильные устройства. Какие услуги можно получить через экран смартфона, узнаем в следующем репортаже. С помощью мобильного приложения банка Аверс клиенты могут получить доступ к актуальной информации по карточным счетам, совершать платежи, переводы с карты на карту, оплатить прочие услуги. В приложении доступна удобная опция создания и сохранения шаблонов операции, что значительно ускоряет и упрощает процесс осуществления переводов и платежей. Отличный мобильный банк. Благодаря приложению быстро совершая платежи, если возникают вопросы, обращаюсь в службу поддержки. Также в мобильном приложении Аверс Онлайн реализована возможность экстренной блокировки карты в случае утери или кражи. Мы постоянно работаем над развитием дистанционных сервисов нашего банка. Одновременно с этим большое внимание уделяем вопросам безопасности. Благодаря этому безопасность при совершении операции в Аверс Онлайне находится на самом высоком уровне. Обмен данными производится по защищенным каналам связи, действует двухфакторная аутентификация при совершении операции. Пользоваться мобильным приложением может любой клиент, имеющий карту банка Аверс. Подключение обслуживания совершенно бесплатно. Песни, танцы, театральные номера в Казани стартовал зональный этап конкурса «Созвездие Елдезлэк». Для столичного этапа отобрали 500 детей из 5000 отсмотренных номеров. В деревне Универсиады сейчас находится наш корреспондент Рамиль Шайдолин. Рамиль, здравствуй. Какая атмосфера сейчас в зале? Да, вечер добрый, Леш. Впрочем, а каким ему еще быть, когда вокруг детский смех и настроение праздника? Вот так в Казани открывается этап конкурса «Созвездие». И главные отличия в детских фестивалях, а взрослых, вот именно видно сейчас наглядно в том, что если на взрослых фестивалях артисты, ожидая своего номера, копятся за кулисами, то здесь все в холле, кто-то репетирует свои номера, а кто-то просто резвится. Впрочем, об этом нам говорили и организаторы этого мероприятия, говоря, что до последнего они хотели сохранить ощущение именно праздника детства. Давайте послушаем. Безусловно, каждый год «Созвездие» оно проходит по-разному, потому что веяние моды, тем более молодежи, меняется с каждым годом. Соответственно, и песни меняются, и танцы на сцене абсолютно разные каждый год. В этом году особенно хорошо подготовились маленькие участники. И, как вы заметили, наверное, весь конферанс у нас состоит только исключительно из детей. Взрослых ведущих у нас нет. Концерт начался в 6 часов. За это время зрители увидели десятки танцевальных и музыкальных номеров, но как коллективных, так и сольных. Впрочем, самое интересное, конечно же, не здесь, самое интересное на сцене. Чтобы увидеть это, сейчас в зал отправимся и мы. А пока на этом для вас у нас все. Алексей? Спасибо, Рамиль. Это было включение из деревни Универсиады, где проходит отбор на «Созвездие Йолдезлэк». Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Сейчас о спорте и о погоде. До встречи в 21.30. Огромный ассортимент портьерных тканей. Постоянное обновление коллекции. Портьерный салон «Феерия». Наиль Хабибулович Юсупов возглавил ПО «Органический синтез» после реорганизации 1987 года. В тяжелые годы перестройки опытный руководитель Юсупов не только сохранил «Казань Оргсинтез» на плаву, но и внедрил новые методы производства продукции. «Казань Оргсинтез» – сила традиций. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. И на Марко за гроши в автоцентре Марко. Спеши! В марте бери датсун от 360 тысяч рублей. Автоцентр Марко Казань. Звони 4 пятерки, 3 семерки. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». Внимание! Рейсовый автобус по маршруту Лейногорск-Казань-Лейногорск осуществляет отправку с города Казань с автовокзала «Южный» в 17 часов ежедневно. К мечте ближе, цены ниже. Новые дома, стартовые цены. ЖК «Южный парк» 526-55-55. Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Не имеешь в виду. Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Санаторий «Чувашия». Новинка. Лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, урологии, йододефицитного состояния организма на основе питьевой минеральной воды. Санаторий «Чувашия». Мир здоровья и красоты. Сейчас или дороже. В марте купите автомобиль Ниссан с выгодой до 450 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звоните. 4 пятерки, 3 единицы. Сенсация! Спешите видеть. 16 марта. Открытие казанского цирка. С зажигательной цирковой программой «Виеста». Казанская ветеринарная академия приглашает на день открытых дверей 31 марта в 10 часов. Телефон 273-96-46. Март. Месяц доступных японских внедорожников в Ниссан Канавто. Успейте купить Ниссан X-Trail от 1 миллиона 294 тысяч рублей. И эксклюзивно премиальный Ниссан Мурана от 2 миллионов 60 тысяч рублей. Регистрация ГИБДД в подарок. Ждем вас. Ниссан Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Сегодня матчем СКА против ЦСКА начнется финальная часть в конференциях КХЛ. Другая пара «Акбарс» и «Трактор» сыграют завтра. Такой формат лиги, возможно, мы увидим в последний раз. Со следующего сезона решающие поединки в конференциях будут перекрестными. С полуфиналов команды «Востока» и «Запада» будут играть друг с другом. Например, если бы этот пункт действовал сейчас, то «Акбарс» сыграл бы не с «Трактором», а с ЦСКА. Кроме этого, в следующем году «Лада» и «Югра» покинут основную лигу, а неделя «Звезд хоккея» пройдет в Татарстане. Сезон начнется 1 сентября кубком открытия между финалистами нынешнего сезона, а со 2 числа уже начнут играть остальные команды. Мы планируем подписать соглашение в Казани на проведение недели «Звезд хоккея» в мае. Поэтому это будут отдельные события. Но сейчас, во всяком случае, я получил полномочия от совета директоров это сделать. Борьба как основа подготовки силовых структур. Казань в эти дни принимает чемпионат Всероссийского общества «Динамо» по дзюдо. Участники чемпионатов мира и олимпиад, мастера спорта по единоборствам. Всего на турнир съехались 200 спортсменов из 30 регионов России. Динамовские девушки также ведут борьбу за первые места. Каждый регион представил по 2-3 участницы в различных весовых категориях. С каждым годом увеличивается количество спортсменов и расширяется география. Среди самых активных регионов, где представлено дзюдо силовых структур – Татарстан, Ульяновск, Челябинск и город Москва. Турнир по дзюдо завершится сегодня. Победители и призеров ждут путевки на традиционный чемпионат страны по этому виду единоборств. Даже если судить по составу, есть очень много даже участников Олимпийских игр, чемпионатов мира и так далее. Если уж мы говорим о том, что нынешние члены сборной России, допустим, кто занимал призовые места на чемпионатах России, они не могут попасть в финал. Это тоже говорит о том, что соперничество очень большое. Волейбольный клуб «Зенит Казань» передаст выручку с билетов матча против Кузбасса в фонд помощи семьям пострадавших при пожаре в Кемерово. Об этом сообщается на официальном сайте Казанского клуба. Зенитовцы выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Руководство клуба приняло решение о передаче средств на расчетный счет Кемеровского регионального отделения российского Красного Креста. Отмечается в заявлении клуба. Первый матч полуфинальной серии чемпионата России между Казанским «Зенитом» и «Кузбассом» пройдет в Казани 31 марта. Ответная игра состоится в Кемерово 6 апреля. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе, качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать в марте со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В погоде пока без существенных изменений. Ночью по-прежнему довольно морозно, днем температурный фон существенно не изменится. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха составит до 3 градусов мороза. На северо-востоке республики будет облачно. Местами пройдет снег. Там температура воздуха составит минус 2 градуса. На севере Татарстана ожидается переменная облачность. Местами пройдет снег. Температура воздуха составит до 2 градусов мороза. На северо-западе облачно, осадки не ожидаются. Там будет до 2 градусов ниже 0. На юго-западе республики ясно, без осадков до минус 1. В центральном районе Татарстана преимущественно ясно и до минус 2. В последующей сутки в республике ожидается облачная погода, но осадки не ожидаются. В Казани ясно и около 0 градусов. Ветер юго-западный порывистый. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Ожидайте небольшая магнитная буря. Берегите свое здоровье. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова